Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар, который посвящен ответу на ваши вопросы, которые прямо сейчас вы задаете на моем сайте Дуйко Гуру. Сейчас я открою, посмотрю, появился ли звук. Сейчас у нас чуть-чуть отстает. Вопросы, которые прямо сейчас вы задаете. Все, есть. Итак. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреев. Спасибо большое за ваш труд и помощь, так необходимые людям. Подскажите, пожалуйста, если можно, мой сын Женя со своей девочкой Дашей вместе уже несколько лет. Вы решили узаконить свои отношения в день начала своих отношений. В этом году день 12 августа выпал на очень тяжелый 26 лунный день. Пробовала объяснить, что не очень хороший день для бракосочетания, безуспешно. В прошедшем году этот день был занят. Будут ли мои собранные 10 копеечные монеты способствовать их благополучной и счастливой жизни? Правильно ли я, если их высыплю перед их выходом из ЗАГСа? Правильно. Если рассыпать такие монетки, то неприятностей не будет. Так и скажите, откупаю вашу жизнь от всех неприятностей и разбросайте эти монетки. Это хороший такой обряд. Также хочу вам сказать, что любовь для Бога – это самое главное и самое важное, что есть. И Бог любит семьи, и Бог создает семьи. Поэтому самое важное – не когда семью начать, а чтобы любовь была. А у ваших любимых 100% есть и теплые отношения друг к другу, и хорошее воспитание. И можете не переживать. Все хорошо. Андрей Андреевич, здравствуйте. Мне все равно не получается разобраться в себе и понять, чего именно хочет моя душа. Иногда мне кажется, что я живу в ожидании чего-то, и что скоро эта непонятная полоса пройдет в моей жизни и станет лучше. Я будто бы постоянно хочу вырваться из своей мертвой точки, но не знаю, какие действия сделать, чтобы получить изменения и новый результат в своей жизни. Надеюсь, что скоро у меня получится разобраться, что именно хочет мне сказать моя душа, и после этого у меня получится реализоваться. Смотрите, как это все устроено. Когда человек не знает и не понимает ни что ему делать, ни каким образом, ни чем заниматься, ни куда двигаться вообще, что он хочет, непонятно. Что необходимо делать? Человек в своей жизни должен знать, что если просто жить и жить просто в комфорте и ничего не желать и ничего не хотеть, то жизнь просто так пройдет. Дело в том, что я не хочу сникерс, пока я его не увижу. Я не хочу, наверное, ничего в случае, если мне комфортно и хорошо. Что создает для нас дискомфорт? Первое – это полученные знания. Как получать знания? Я раньше говорил, если вы хотите, чтобы в вашей жизни что-то произошло, и вы хотели бы выйти из мертвой точки, первое – как можно больше читайте. Второе – как можно больше обучайтесь. Что читать вообще не имеет значения. Читайте больше. Вот так каждый день выбирайте какую-нибудь книгу. Руководство по клинической лабораторной диагностике. Здесь 400 страниц. Видите, какая красивая книга. Том 2. И если взять такую книгу, она вам не нужна. Вот такая книга, она вам не нужна. И вы, скорее всего, ее никогда не захотите прочитать. А зря. А даже если начнете читать, то ничего понятного вам не будет. Для того, чтобы читать такие книги, необходимо быть подготовленным. К чему я это говорю? Дело в том, что обычно в нашей жизни все так устроено. Для того, чтобы произошло что-то невероятное, необходима какая-то невероятная информация. Для того, чтобы произошло что-то необычное, и человек вырвался из того плена, в котором он находится, он должен делать не то, что ему нравится, а то, что ему страшно и непонятно. Допустим, вы хотите вырваться из того мира, в котором вы находитесь, и ничего не хотите. Вам как раз подойдет чтение вот такой книги. Вот такая книга, которую вам не нравится читать, начните ее читать. Медленно, не торопясь, не торопясь, не понимая исследования жидкости и серозных полостей, или гомозиготная бета-толосемия и так далее. То есть начните ее читать, вы, скорее всего, ничего не поймете, но читая ее каждый день по одному часу, вы таким образом создаете для себя совершенно другие знания, которые в действительности на самом деле могут помочь вам сдвинуться с мертвой точки того мира, в котором вы находитесь. Чего же хочет душа? Наша душа хочет радоваться. Вообще, в Торе написано о том, что Бог создал людей для того, чтобы они радовались. Единственная задача нашей души – получать радость при жизни. Так человек, получающий радость при жизни, таким образом благодарить Бога. Не делай, не делай, все там хорошо, пташечка. Пришла жена и разобралась со всем. Все запущено, все, ничего не нужно, китя. Эдисон. Здравствуйте, Андрей Андреевич, выбрала для себя Метасоник 2, ношу второй месяц, не снимаю, правильно выбрала, да? Людмила, спасибо огромное за ответ, я так рада, счастья вам в вашей семье, любви и благополучия. Дальше. Как сделать себя более устойчивым к жизни? Это такой вопрос сегодня задала мне Елена Мухина. Отвечаю. Смотрите, для того, чтобы человек был более устойчив к жизни, а это еще что значит? Мы часто очень по многу переживаем. Нам не хочется что-то делать, мы переживаем, не можем спать, появляется тревожность, депрессия, нервные состояния, не знаем, как успокоиться. Сейчас это очень актуально. Что необходимо делать? Обычно мы раскачиваем себя в две стороны. Первая сторона – это опускание рук, то есть нам ничего не хочется делать, у нас появляется апатия, мы ничего не желаем, пропадает аппетит, и у человека он находит себе в этом объяснение, как же сейчас работать, тут родина в опасности, страна в войне, меня не любят, я никому не нужна, я уже там и начинается взрослая некрасивая, и загоняем себя в тупик. Появляется депрессия. Это на самом деле все обман. На самом деле вы нужны хоть кому-то, себе нужны. И делать что-то можно, и работу найти можно, и работать можно, и быть полезным кому-то можно. А некому быть полезным можно кошку завести, и собачку, и улитку. И после этого жить так, чтобы эти, даже животные, получали удовольствие и радость от того, что кто-то есть такая большая мама и папа, которые за ними смотрят. Дело в том, что когда мы обманываем себя, то этот обман происходит у нас следующим образом. Мы говорим себе, я не нужная, меня никто не любит и так далее. Это все полная ерунда. Вас любит Бог. Вы нужны Богу, вы нужны окружающему миру, Вы нужны своим взглядом тому человеку или той соседке, которая с вами едет в метро. Возможно, вы когда-то ехали в метро, улыбнулись человеку, этот человек почувствовал себя счастливым, и в дальнейшем будет счастливым, и всегда будет вас вспоминать. Вот такое красивое лицо мне улыбнулось, значит, я буду жить, значит, жизнь не потеряна, значит, я буду двигаться вперед. Второй вариант. Это когда человек, наоборот, начинает загонять себя в сторону собаки. Я не считаю собак плохими животными. Что я имею в виду? Человек начинает вдруг в какой-то момент думать, что весь мир – это бесконечный элемент выживания, и ему необходимо либо нападать, либо защищаться. Он теряет свою идентификацию для себя, то есть он не может жить так, чтобы сказать себе, я просто живу, мне просто хорошо. Эти люди ничего от меня не требуют. И такие люди, допустим, в семье, они вдруг начинают жить, как будто начинается война в их семье. То есть если жена говорит «ты милый», он, допустим, начинает говорить «сама ты милая, вечно меня как-то оскорбляешь». Она же сказала просто «ты милый», а он начинает себя загонять. И говорит «вот, она сказала, милый, значит, денег хочет». И начинается вот это, и потом бросается на детей, нервничает, сам себя загибает и так далее. Это некое раскачивание. В одном случае человек становится мега агрессивным, у него появляется раздражительность, потом появляется, возможно, состояние депрессии или состояние тревожности. И в первом и втором случае человек раскачивает себя. Ну и отсутствие. Бывает так, что человек может погрузиться, как бы спасая себя, погрузиться в мир иллюзий, и потом он делает так. На работу я попробую на работу устроиться, кто-то ему позвонил. Вот, возможно, получится там найти что-то, чтобы что-то продать, а ты будешь в этом участвовать. И вот этот человек садится и начинает. Да, я смогу это сделать, я найду, а когда найду, у меня получится, а когда получится, я сделаю вот это. А можно было бы сделать вот так, а если бы мы делали вот так, то смогли бы это расширить, и тогда бы я смог расширить, и детям бы дать, а дети мои... И это называется мир иллюзий. То есть человек улетает в мир иллюзий, начинает в этом иллюзорном мире путешествовать, теряется, строит воздушные замки, не может сосредоточиться на той жизни, в которой он находится или в которой он живет, и таким образом тоже теряет идентификацию себя. Ну и третий вариант – это человек, который винит себя во всем. Вот, я все очень плохо, я во всем виноват, виноваты родители, виновата страна, все очень плохо и так далее. И вот это все приводит к тому, что человек становится вот таким неустойчивым. Такие компоненты, они могут быть в большом количестве проявлены в каждом человеке. И как же от них избавиться? Взямый, самый простой способ, это вообще на энергетическом уровне, это все устроено так. Так, при обладании левой стороны или при обладании правой, астральной или ментальной, при обладании вот таких качелей, вы, наверное, видели в свое время, в свое время видели йогинов, которые складывают руки. Так вот, существует мудра бодхи, человек складывает вот так руки и просто вот так вот сидит. В случае, если просто так сидеть, вот так, вот такая мудра обычная, когда человек прижимает к своей груди руки, прижимает локти и просто сидит, может человеку помочь успокоиться. Не сразу, не быстро, но если каждый день просто сидеть вот таким образом, одну-пять минут перед телевизором, поставив руки на стол, что вы с открытыми, закрытыми глазами, вы успокоитесь. Вот таких перекосов сильнейших, их не будет, вас это успокоит. Второе, в случае, если вам не хватает какого-то качества, ну вот вы очень агрессивный, вы нервный, кидаетесь на других людей, кричите. На самом деле, когда на вас кричат, или кто-то кричит на вас, или вы кричите, что в этот момент хочет человек? Я знаю, человек обычно кричит, потому что он хочет хорошего к себе отношения. Даже если он кричит, ты дура, хватит на меня орать. Нет, он говорит нет, он говорит, пожалейте меня, обнимите меня, скажите мне теплое слово, я хороший. А мы обычно делаем наоборот, кричит человек, а мы думаем, вот какашка, что ты орешь? А на самом деле, он орет для того, чтобы это крик его детской души. Он максимально хочет, чтобы в этот момент его жалел кто-нибудь, пожалел, обнял, сказал какое-то приятное слово, но обычно мы это воспринимаем по-другому, и человек начинает кричать, мы начинаем кричать на него, и получается вот такой замкнутый круг. А с этим как можно справиться? Сделать душу более теплой. Возможно, если прижав руки, произносить на вдохе и на выдохе тайный слог, который делает наше ледяное сердце вновь теплым и растапливает вот эту льдинку, которую когда-то у вас обязательно кто-то засандалил в ваше сердце. Как в свое время снежная королева Каю, и которого никак не могла отогреть его сестра Герда. Только большой и теплой любовью своей она смогла ему отогреть его сердце. Ну, мы же не имеем зачастую таких Герд. Некому нам наши сердца отогревать. Но существует эзотерическая практика, когда человек может сложить руки, приложить их к своей груди и делая вот такие несложные движения в левую и в правую сторону, произносить на вдохе и на выдохе слог ХЯ. ХЯ. Раскладов нет, зайчики? Нет. Также для того, чтобы сделать себя более устойчивым, я рекомендую использовать пассивную медитацию. Как она производится? Выключите телевизор, отвлекитесь от любой информации, сядьте и просто посидите. Смотрите в одну точку и просто-просто сидите. Засеките время 10 минут. Делайте это с утром или вечером. Я очень рекомендую делать такую пассивную медитацию. Не нужно как-то особенно садиться, не нужно как-то особенно о чем-то думать. Думайте, о чем придется. Минус. Не позволяйте только в этот момент о чем-либо мечтать и о чем-либо вспоминать. Все остальное, о чем хотите, думайте. Думайте о ногтях, думайте кино, но думайте о детях, о чем хотите, думайте. Только не вспоминайте и не мечтайте. Все остальное разрешено. Это называется пассивная медитация. А еще, для того, чтобы стать более устойчивым человеком к жизни, всегда произносите себе слово, тайное слово моей эзотеристской школы, которое звучит так. Я ни при чем. Смотрите, человек пришел домой и говорит, Дуся, ты меня сегодня бесишь. Она говорит, нет, я тебя, я же тебя люблю. Нет, ты меня бесишь. Потому что ты сидишь тихо, со мной не разговариваешь. Сколько можно? На следующий день он пришел с работы и говорит, а она начинает с ним разговаривать. Он говорит, Дуся, ты меня снова бесишь. Она говорит, почему? Ну, потому что я пришел, хочу тишины, а ты разговариваешь, вот создаешь какие-то помехи. Можешь сидеть тихо? Вот на следующий день она говорит, так тихо или громко? Не знаю. И спрашивает у него, слушай, Боря, как мне сидеть, громко или тихо? Она говорит, послушай, Дуся, не знаю, создай какой-нибудь праздник, потанцуй что ли. Вот она танцует, потом на третий день или на четвертый она не знает, что делать и говорит, что ты хочешь? Не знаю. Я хочу, вообще не знаю. Но ты меня уже бесишь. Дело в том, что кто виноват в этом всем? Дуся, которая пытается услужить или Боря, который во всем видит раздражение? Ну и ответ здесь он очевиден. Ну конечно же, Боря не прав. А Дуся себя обвиняет. Именно поэтому очень часто такие Дуси страдают. Муж ушел на работу, поорал на нее вечером, а она после этого не знает, как себя вести, то ли танцевать ей, то ли петь, то ли молчать, то ли там поддерживать вообще. Она сама не может понять и разобраться, что же в ней не так и вообще, что же происходит. Единственное зачастую спасение заключается в том, что она не может понять, что он устал, у него давление или там неприятности, он не знает, каким образом это в себе остановить. Возможно, у него диабет развивается, там старческие заболевания, аутоиммунные, там боли какие-то. Либо он просто бредничать захотел, потому что понимает, что дома он может это сделать и никто ему не ответит. Даже такая Дуся, любимая. Ну а Дусе нужно спастись, потому что если Дуся будет себя вот так изматывать, то после этого жизни для нее не будет. Будет кастрюля и бесконечное развитие ненависти к такому человеку. А вот слова, которые могут ей помочь, это слова «я ни при чем». То есть когда человек там «ты не такая, не такая», она себе тихонечко говорит «я ни при чем». Все хорошо, милый, конечно, как скажешь. Он снова «да ты не то делаешь», «да, да, любимый», и снова «я ни при чем». Почему? Она действительно ни при чем. Если Боре плохо, она-то при чем? Как убрать от себя токсичных людей? Спрашивает Елена. Как не страшно, как не странно, а это сейчас не будем. Итак, прямые вопросы. Добрый вечер, Андрей, дайте все участки вебинара. Здрасте, Людмила. Надежда. Добрый вечер, Андрей Андрич. Я просила, дуже вас допомняты, мои доньцы, Вероники и 17 роки. И ура! Хочу дизнатыся, вона на верном выборе, хотя учишься на иншем факультете. Это супер, все будет. Все доброе. Якщо выбрали, все будет гарно. Татьяна Миракина. Здрасте. Расскажите, если я пройду марафон 10, смеется ли мое финансовое состояние? Павлий Татьяна, скажите, пожалуйста, изменяет ли мне мой гражданский муж? Зачем? Друзья мои, нет, нет. Зачем? Я его застала случайно с его сотрудницей, но он мне утверждает, что у них нет. Нету ничего. И не было никогда. Не было никогда. А я полноидиоткой чувствую. Нет, это вы себе придумали. Если можно, посоветуйте в этой ситуации, что лучше расстаться с ним или постараться отпустить ситуацию. Найдите один повод для того, чтобы жить с мужчиной. Не ищите тысячи поводов для того, чтобы расстаться, не расставаясь. Найдите один повод для того, чтобы жить. Он есть, он теплый, он хороший, он с вами, он домой приходит, деньги принадут. Да пусть живет, слушайте. Вместе легче все равно, когда человек по отдельности, то легче, когда вместе. Там мужчина пишет, Андрей Андреевич, от меня жена уходит. Почему она уходит, я не могу понять. Женщина уходит всегда, потому что ей с постели с кем-то лучше. женщина из-за постели с другим мужчиной может на сто процентов бросить вообще все. Мужа, семью, вообще все, оставить и уйти. Мужчина за сексом не пойдет. То есть, если мужчина может ездить, может иметь кучу любовниц, но жить со своей любимой женой, это может быть нормальным. Но мужчина может уйти, в случае, если находится какая-нибудь тетя, которая им восхищается. Вот если тетя находится и будет говорить, мне прям очень хорошо с тобой посетить, ты такой солнечный, и так у тебя все, и ножки хорошие, и ты умный, и такой же талантливый и так далее. Мужчина, он как мужчина вырастает, женщина думает, а мужчина всегда к женщинам своим относится, как будто рядом с ним мама, даже если он этого не говорит. А мама что должна делать? Мама должна восхищаться. Ну и есть хорошие мамы, есть плохие. Хорошие дети с хорошими мамами, это те дети, которыми мамы восхищались, и они старались еще что-то лучше делать. Плохие мамы, когда мужчинами не восхищались, и они уходили к тетям, которые начали ими восхищаться. Вот так и забирают ваших мужчин. Женщина думает, как бы по себе меряет, и думает, вот он начал с кем-то спать, она его совратила, забрала. Не-не, мужчина за пипеткой не убегает. А вот женщина может женщину совратить, а один раз попробую, там, нечаянно, он такой хороший, он такие хорошие слова говорит, он мне такой вот, такой весь необычный, это что-то потянуло и так далее. Ну вот, для него это начало, для нее это начало, и женщина как сходит с ума, и потом не может вырваться. Так обычно разрушается брак. Если женщина уходит к другому мужчине, то спасти такой брак невозможно. Почему? Ну, ее нужно забрать и где-то без мужчин поселить, чтобы у нее не было интимных отношений хотя бы там два-три месяца. Вот после этого она приходит в норму. Пример. У меня была такая история, женщина одна поехала от своего мужа в Египет с подругой отдыхать, и там нашелся египтянин взрослый, который ее совратил. И после этого у них трое детей, и после этого она там остается еще на 10 дней, продлевает муж ей, посылает деньги, а потом она приезжает, устраивает скандал, все время плачет. Это, кстати, признаки измены у женщины, когда она дома, глядя на мужа, плачет все время. И после этого придумает какие-то истории, мне надо срочно в Египет, давай вместе поедем, после этого едут, она ночами пропадает и так далее. И вот он ко мне приезжает и говорит, Андрей Андреевич, что делать? Я говорю, смотри, она приедет когда-то, ты забери у нее паспорт, и забери у нее документы, чтобы она не могла уехать, хотя бы два месяца. Вот если продержится два месяца, то никуда не уедет, никаких там ни порчи, ни сглазов нет, ни вообще, ни обращения на что внимания. Через месяц ее отпустило. И она говорит, надо же, что это со мной было. Да я знаю, что с ней было. С ней было то, что называется то, чего не было с мужем. Вот если бы муж делал то же самое ежедневно, что там делал с ней вот тот дядя, то она бы его любила больше. Ладно. Светлана, добрый вечер, Андрей Андреевич. Доброго. Скажите, пожалуйста, в данный момент практикую СНГ-32 имени Бога, но практикую с конспекта, так как отключают свет. Лучше с вами. Можно с конспекта, можно, да. Ирина Данилкина. Где мне лучше работать по душе, чтобы стал хороший материальный достаток? Людмила, мне уже 50 лет вашей ученице, и как вы говорили, пока ни жилья своего, ни денег, разведена отношения, не получается. Очень стараюсь не жаловаться, ищу радость, но не всегда получается. Да, это духовный путь, он сложный. Бывает, срываюсь, потом переживаю, потом болею. Подскажите, пожалуйста, появится ли у меня свое жилье и радость жизни? Да, конкретно у вас, да. Марьяна Королевская. Очень рада видеть, вы замечательно выглядите. Спасибо, Марьяна. У вас уже большой живот? Я попросил, да, 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 недавно увидел такое видео в интернете, и там один мужчина говорит, попробуйте не заниматься со своей женщиной долго сексом, и она не захочет, и сама не попросит, и так далее. Дело в том, что мужчина очень ошибается. Дело в том, что интим у женщин, и желания у женщин, и у мужчин различаются. Чем различаются? Мужчине для того, чтобы у него появилось интимное желание, достаточно, чтобы выработался тестостерон. А тестостерон вырабатывается, хочет человек или нет. Не хотите, чтобы мужчина к вам цеплялся, давайте ему каждый день пиво, чтобы он там становился красивым и большим, и у него желания возникать не будет. Его конституция половая, она будет изменяться в сторону пассивности, потому что это притупляет тестостерон, тестостерона становится меньше, ему не хочется. Но и второе, в чем неправ данный мужчина, который сказал о том, что там моя жизнь, жена вот с начала войны и там до сих пор у нас был интим буквально четыре раза и так далее, женщине для того, чтобы у нее появилось желание, необходим дофамин. А дофамин – это гормон радости. А дофамин возникает только в случае, если у человека мало мыслей, меньше чувств, если нет стресса, если у женщины стресс, плохой сон, заболевание кишечника, переживание за что-то, то ей интимное отношение и желание не возникает. Если ничего ее не вдохновляет, не поднимает психически, если радости нет, если она вынуждена много работать, если она имеет проблемы кишечника, в случае, если у нее там гастродуоденальный рефлюкс, если у нее эзофагиальный рефлюкс, если у нее закрыты желчные протоки при дискиназии и желчных протоктах, если у нее, допустим, там нарушение сна, нарушение циркадных ритмов отдыха и сна, если у нее она переживает, потому что много новостей, а какой у нее появляться желание, не будет. Не будет. Что нужно? Нужно ее отвлекать. Каким образом? Гладить, прикасаться, необходимо там цветы какие-нибудь, необходимо разговаривать с таким человеком, смешить, возможно, нужно, давать ей препараты, допустим, мелатонин, для того, чтобы у нее формировался правильный элемент отдыха. Почему женщина перед постелью говорит, я спать хочу? Потому что, когда человек спит, дофамин вырабатывается, а вот если она легла и поспала, то через там 8 часов ее разбудите, и у нее появится желание. Это особенность такая, знаете. А есть люди с разной половой конституцией еще, знаете, одним людям необходимо там 3 раза в день, другим людям 1 раз в год. Такое тоже бывает. Будут ли люди разбегаться, если у них разная половая конституция? Никогда. Конечно же, на первых порах да, а на вторых нет. Вообще, знаете, измена не измена, если об этом никто не знает. Но я не рекомендую женщинам изменять, потому что есть вариант разрыва отношений. А мужчины, где-то там потерся, домой все равно прибежал. Главное, чтобы, хотя есть китайская пословица, она буквально звучит так, кто лучше, чтобы изменял, женщина или мужчина. И китайцы говорят, лучше, чтобы изменяла женщина. Потому что, когда женщина изменяет, она в дом приносит, а мужчина из дома выносит. На самом деле, и первое, и второе плохо. И все-таки быть верными, ставить на первое место чувства по отношению к тому человеку, который рядом с тобой живет. Вдохновляться этими людьми, я считаю, это все-таки более важные такие моменты. Если уже менять интимные отношения, редкие, но крепкую семью, или интимные отношения, ежедневные, но нервы, психи и так далее, то фиг с ними, интимные отношения, это не так важно. Оксана Мельник. Скажите мне, не залишитесь, детьми словечины, чем вернутись в Украину? Лучше вслывать, че них. Сын и племянница, родная ученики 11 класса в этом году поступают выше. На что делать ставку поступления в Киеве, Словакии или Португалии? В Португалии получится, если захотят. Марьяна Королевская. Живот большой, жар приятный после вашего голоса. Девятый месяц пошел. О, какая вы молодец. Молодец. Наталья спрашивает. Хочу полноценную семью, если у меня шанс, моему сыночку не хватает мужского внимания. Спасибо вам за все. Никогда. Запомните эти слова. Никогда не выбирайте отношения, если с вами начинает встречаться дядя, который хорошо относится к вашему ребенку или к вашей, или там, ради этого нет. Каким образом необходимо выбирать? Он должен вам нравиться. Он должен вам нравиться. Во всяком случае не бесить и не раздражать. Вот если максимум, который может быть, когда вот сто процентов нельзя с мужчиной встречаться, а очень так часто бывает, он и бесит, и как выглядит, бесит, и как пахнет, бесит, и как и пальцы его бесят, и в интиме он тоже так себе, и храпит, и там, и пукает, и там, не так пахнет, но зато так хорошо относится к детям, так хорошо. Стоп, стоп. А кто с ним будет жить? Что дети? Дети его увидели, и все, и потом он ушел на работу. А жить-то вам придется. А это много. Это суббота, воскресенье, это отдых где-то, это совместная жизнь, это просыпаться видеть, засыпать видеть. Что это будет? Вы же себя ухайдокаете. Поэтому не ради детей, только ради себя. Вот 100% только для себя. Мужчина и женщина живут друг для друга. Дети это хороший, приятный, даже, можно сказать, великолепный бонус такой. Выполняю СНГ-44, принимаю ТФ. Чувствую лучше. Есть улучшения? Есть. Проходила я практикую знания, результата почему-то нет. Скажите, выйду ли я в этом году замуж, и что мне просто не судьба? Выйдите в этом? Нет. А, выйдите. А по поводу того, что нету результата, мы очень часто делаем так. Мы забываем, что для того, чтобы эзотерические практики хорошо использовались или выполнялись, необходимы чувства. Какие чувства? Мы запускаем бензин, и этот бензин, это хорошие чувства, которые мы накапливаем на протяжении дня или месяца и так далее. Человек читает манту, у одного человека хорошо срабатывает, у другого плохо. Почему? Или технику делает, у одного срабатывает, у другого нет. Потому что один угрюмый, а другой не угрюмый. Почему есть люди, которые угрюмые, и есть люди, которые не угрюмые? С чем это связано? Человек устроен по принципу двух эманаций. Одна эманация – это защитить себя. Можно ее условно нарисовать как огненное существо, рычащее, толкающее все вокруг себя с копьем или с мечом. Такая ямантаки, хайагрива, дургопати или какая-нибудь калии и так далее. То есть то, что защищает. Таких людей очень часто можно увидеть. То есть человек агрессивный, у него глаза причурены, или он создает такой вид, все вокруг враги и так далее. Да, у такого человека будут проблемы. Какие у него будут проблемы? У него будут проблемы с зарабатыванием денег, у него будут проблемы с началом каких-либо отношений, знаете, и так далее. И есть другие люди, такие радушные, теплые, со всеми хотят обниматься, внешне красивые и так далее. У таких людей тоже будут проблемы. Какие у них будут проблемы? Им будет легкостью, даже не с легкостью, но будет получаться и легче зарабатывать деньги, и легче устраиваться на работу, но минус. У них постоянно будут занимать деньги, к ним постоянно будут цепляться какие-то придурки и так далее. Уравновесить оба этих элемента возможно. Вот смотрите, для нас и первый элемент важный, и второй. И необходимо, вот сколько вы на протяжении дня угрюмые, столько вам необходимо на протяжении дня быть радостным. Как радость найти, это не важно. Когда человек угрюмый, если измерить человеческое дыхание, есть такие исследования. Я сейчас голословен, потому что я не могу сейчас сказать, что это за исследование, но ей-богу где-то читал. Я так думаю, окей, давайте, не читал, ладно, я так думаю, окей, вот так. Хотя, правда, где-то читал. В аюрведе или даже в какой-то йоге. Есть йога дыхания, это когда там одна нидра, нидра йога. О, в нидра йоге я читал. Вот вспомнил, вспомнил, в нидра йоге я читал. И там говорится о том, что в случае, если у человека опасность какая-либо, то человек должен делать резкие выдохи и делать агрессивное лицо. То есть вот у вас есть долги, есть опасность, вы чувствуете, что вам угрожает, вы должны делать страшное лицо, и делать так. А если у вас нет мужа, не хватает денег, не можете на работу устроиться, то нужно делать так. И вот так. Как будто вы кого-то обнимаете. Таким образом, в первом случае, сильные выдохи и страшное лицо. Во втором, милое, хорошее лицо, удивление и руки, которыми человек себя обнимает. Таким образом, в первом случае, это привлечение денег, эзотерическое привлечение денег. Во втором же случае, во втором случае, это привлечение денег, а в первом случае, это отталкивание негатива. Андрей Андреевич, подскажите, очень нелегкое время, сын постоянно смотрит новости, стал раздраженный, очень часто болит голова. Посоветуйте, что можно сделать мелатонин, четыре таблетки, по две таблетки, три раза в день, и L-триптофан, тоже по две таблетки, три раза в день, и магний. Одна неделя, и человек будет другим. Не сможет смотреть подолгу. А еще, можно тихонько включать шум, такой есть у меня, накопление психической энергии, и второй шум, это обретение духовности. Вот если тихонько включать помещение, чтобы где-то шумело там немножко, то это будет воздействовать на всю семью. Когда мы страдаем от недостатка денег, то забираю, и становится хуже. Но если мы страдаем от болезни, это не забирают. Как причину страдания? Почему так? Заболевание есть наказание. Заболевание есть наказание за то, что человеческая душа в человеческом теле мучается. От чего она мучается? Дело в том, что душа рождена для того, чтобы стать духовной, а человек рожден, и человек хочет и считает, что душа рождена для того, чтобы радоваться и получать удовольствие от той жизни, в которой она находится. А человек устроен так, что он придумывает для себя удовольствие от других. То есть он придумывает удовольствие в том, чтобы ругаться, чтобы обманывать, чтобы критиковать, чтобы злиться, орать. Вот если разобрать людей, то что больше всего испытывает человек на протяжении дня? На каком уровне он находится? Если он все время в состоянии угрюмости, печали, его что-то раздражает, он все время ему плохо, он ко всем имеет дело, все вокруг его ему мешают, он там себя загоняет, он не виноват на самом деле. Его душа начинает от этого страдать. Когда душа начинает от этого страдать, она помогает создавать болезни. И таким образом человека наказывают. И человек страдает от физической болезни, но душа не страдает. Почему? Душа знает, что освободившись от этого бренного тела, она может вновь объединиться с Господом и быть вновь счастливой. Поэтому болезнь для человека является оскорблением его души, потому что он испытывает состояние страдания, а жизнь ему дана для того, чтобы испытывать состояние радости. И вдохновение, радость, удивление, счастье, общение. Есть разные виды радости. Знаете, для кого-то радость – это созерцание, для кого-то слушание, для кого-то обнимание, для кого-то радостью может являться. Вообще не надо искать радость. Нужно быть тем человеком, которому приятно жить. Это и есть радость. Знаете, она не обязательно должна быть акцентирована. Она может быть такой пассивной. Но есть люди, которые ее не хотят замечать. То есть нет радости. Вот знаете, я часто замечаю таких людей, которые живут в семьях, вот мужчина, женщина живет, но детей как бы не замечают. А есть те, которые замечают. Вот я, допустим, я взрослый папа, и у меня маленькие дети. Я замечаю радость от того, что эти дети есть. Вот мне хочется их потрогать, мне хочется с ними пообщаться, мне нравится. И вот эта радость, она возникает у меня в груди. Она не связана ни с хлебом, ни с добычей денег, она ни с чем не связана. Но она такая приятная. Она такая особенно приятная, такая особенная. Вот она есть. Вот чем больше радости вот здесь возникает у человека, наверное, ее можно назвать духовной, тем счастливее человек. Это знаете, я когда-то рассказывал притчу, два человека идут, и ходят они там по, допустим, по какому-нибудь музею, там в Риме или в Париже. И великолепные картины, великолепный ремонт, великолепный дизайн, великолепные... Все очень красиво. Великолепный пол, и потолок, и свет, и выставочное полотно красивое. И так все красиво. И один выходит и говорит, как же мне это понравилось, до чего же мне так приятно, до чего же это красиво. Он получил удовольствие сердечное, от созерцания, от понимания, эстетическое удовольствие. А второй говорит, нет, нет, мне вообще не понравилось. Почему тебе не понравилось? Так вот под стол посмотрю, пыль, на рамах пыль, там грязно, а там что-то отчерклено. Так и в жизни люди. И в жизни люди. У меня был знакомый когда-то, и вот мы были вместе когда-то, мы вместе из Крыма, приехали в Украину, и учились вместе там где-то, в училище, в техникуме, потом я учился, потом в институте. И вот когда вместе учились, он вместе со мной учился в училище, в техникуме, потом стал мэром города спустя много лет. Сейчас уехал за границу, живем. Леня его зовут. И когда мы были маленькие, и учились, и вместе жили в общежитии, то как-то сидели за столом, и у нас нечего было есть. Мы купили сайру, консерву такую, на последние деньги. Нам кто-то из девочек принес картошки, у нас не было денег купить хлеб, уже негде было брать, и вот работа должна была быть дальше, а еще не заработали. Ну, вообще не было денег. И вот так вот мы сели и начали есть. И мне она такая вкусная была, эта картошка, на которой мы эту сайру, а он все время пурчал, говорит, как же мне не нравится, и вот не хочу я это есть вообще, да что же это такое, и так далее. И говорит мне, вот если было бы у меня много денег, я бы наложил много еды, и так далее. И вот прошли годы, он стал очень знаменитым человеком, и мы, я приехал к нему домой, вот мы сидим, его жена Лена накрыла стол, шикарный стол, у него свой повар, итальянец, черногорец, у него свои там продукты, которые для него выращивают, все очень хорошо. И вот сели за стол, и я в нем увидел того Леню, с которым я ел вместе в общежитии. Он не изменился, и когда мы сидели, мне так нравилась вся еда, и вот эти канапе, там какой-то супик, так все красочно, красивая жена и так далее. А он все время говорил, да есть нечего, и это некрасиво, его так не так подали, это невкусно, и вообще есть это не буду. Почему? Он не изменился, ему и там есть нечего было, и когда появились деньги, все равно есть нечего. Вы видите, так мы устроены. Люди имеют такие проклятия, одни от малого радуются, а другие, сколько бы денег не было, все равно не замечают. Здравствуйте. Удастся ли моему сыну выехать из России? Нет, не удастся. Надо было раньше. Визу не дали, очень надеюсь. Нет, не дадут, не дадут, уже попался, как бы на карандаш, не выпустят. Надо было раньше выезжать. Надо не из России ему выезжать, надо ему выехать сначала куда-нибудь в Казахстан, а из Казахстана уже, может быть, там в Узбекистан, и уже с той страны договариваться, чтобы выехать там в Стамбул, или еще куда-то, и дальше в ту страну, которая необходима. Так вот, как он хочет, так не получится, напрямую в Европу или куда-то. Ольга Швет. Как вы считаете, если читать коды для избавления от болезни в направлении 330 градуса, а для всего хорошего в направлении 150 градуса? Дело в том, что болезнь не является для человека, болезнь не является для человека то, что можно отдать. Болезнь есть часть его судьбы, тела. Если человек отдает энергетически или сжигает болезнь, он может умереть. Болезни не сжигать нельзя, не откидывать, не направлять. Болезнь можно только каяться, паститься, делать себе больно, закаляться. Также для того, чтобы болезнь проходила у человека, человек должен работать над тем, чтобы была внутренняя духовность, доброта, нежелание врать, нежелание приукрашивать, покаяться перед всеми, кому сделал плохо, найти тех, кому должен, изменить свое отношение к людям, которые живут рядом с ним, вспомнить, если там когда-то обижал себя или вас кто-то обижал, перестать на это вестись. То есть говорить так, приблизительно себе. Я, знаете, я когда-то говорил, лучше жить в собачьей будке, но быть при этом счастливым человеком. А счастье это, когда ты проснулся, тебя никто не трогает, на тебя никто не гавкает, претензий к тебе нет, ты одетый, голодный, но зато тихо, чувства хорошие, чем жить в роскошном дворце, где постоянно ежедневно тебя будет кто-то клевать, мучить, издеваться, претензии иметь, критиковать и так далее. Это невыносимо. Я такие семьи знаю, могу сказать, что это ужасно. Ну и потом, всегда плохо все заканчивается. Скажите, в каком направлении головой лучше спать? Спала головой на восход, солнце просыпалось сложно, не выспалось, и все болело, просыпалась как побитое. Сейчас примерно неделю засыпаю в сторону захода солнца, высыпаюсь, четкие сны, спите в сторону захода. Хорошо. Оставаться в Словакии или начинать все с нуля и возвращаться в Украину? В Украину лучше будет у вас, вам возвращаться, но не торопитесь. Татьяна Киев, ученица школы Кайлас, мой сын живет в гражданском браке несколько лет, ему 42. Будут ли у него детки? Да. Будут, все будет хорошо. Пишет кто-то в чате, в ТикТоке, интересует эзотерика, с чего начать? А, начать необходимо вам с моей первой ступени эзотерической школы Кайлас. Как ее вам приобрести или что необходимо делать? Она есть сейчас в двух вариациях. Первая бесплатная, она находится на YouTube-канале Андрея Дуйко, официальный канал, как на него перейти. Если вы перейдете на мой канал в ТикТоке, там есть кнопка YouTube, нажмите, перейдите на мой канал. И там в поисковике напишите первая ступень школы Кайлас, 78 занятий. И не торопясь, начинайте слушать. То есть, то, что я вам говорю сейчас здесь, я рассказываю там. Почему не хватает денег, почему одним везет, а другим не везет, и что такое по-настоящему эзотерика. Я обычно говорю, эзотерика это наука, которая способна объяснить, почему одному человеку везет, а другому человеку тотально не везет. И эзотерика помогает человеку изменить всего лишь элементы везения. То есть, условно можно сказать, эзотерика это наука, которая управляет тотальным везением, а везение помогает человеку быть счастливым. Знаете, чем отличается богатым от бедным? Богатому больше везет, а с хорошей семьей, с плохой, с хорошей, больше везет хорошая женщина или хорошая мужчина. Ну, то есть, вот, а объяснить везение с позиции чего-либо, возможно, с позиции математики? Нет. С позиции физики? Нет. Физиологии? Нет. Каких наук? А кто может сказать, что везение не существует? Скажите мне. Вот говорят, эзотерики не существует. Скажите, везение существует? Да. Объясните, почему одному везет тотально? Знаете, есть люди, которым тотально везет. Вот я человек, которому мега хорошо везет в жизни. Есть люди, которые делают один шаг вперед и потом 30 шагов назад. А я тот человек, который делает шаг вперед и 100 вперед. То есть только стоит подумать, сразу же все получается. Только захотелось что-то сделать, сразу же получается. Вот легко. Легко предпринимаю, легко создаю, легко выступаю, легко говорю, легко общаюсь, легко. Это всю жизнь так. А брат у меня другой. А у брата наоборот. Ему всегда тяжело. Он шаг вперед, 10 назад. И вот если я делаю, о, супер, все делаем. Сегодня уже заказали, завтра произвели, послезавтра продали. А там, допустим, когда-то пробовал делать бизнес совместный такой и давай сделаем. Нет, не получится, зачем нам это нужно и так далее. То есть он уже делает шаги назад. И я когда-то подумал, наверное, есть в этом какая-то идея. И начал, как человек, который занимался в свое время наукой, начал к этому относиться как гипотеза, создавая определенные, по моему мнению, эксперименты. То есть я пытался путем экспериментов, выводов, анализа, большого количества людей, пытался объяснить себе, есть ли закономерность между людьми, которым везет, и людьми, которым не везет. И за счет этого создалось эзотерическое учение, которое я назвал эзотерической школой Кайласа. Вот. Андрей Андреевич, скажите, что будет с Харьковом, очень страшно. На Харьков наступление не будет, не бойтесь. Скоро закончится война уже, да. Война закончится победой Украины, и война закончится освобождением всех территорий, включая Крым, Российской Федерации, Российская Федерация будет в очень тяжелом состоянии находиться на протяжении более чем семи лет. По поводу вот этих вопросов, которые там мне задавали, Андрей Андреевич, какую вы сторону занимаете, какую позицию? Я нахожусь на территорию Украины, я считаю, что все разговоры о том, что мы воюем там, НАТО воюет руками украинцев, тогда почему НАТО не дал оружие? Тогда украинцы воюют сами. Дальше второе, почему, допустим, вы прыгали на Майдане и так далее. Точно так же можно сказать, что на Майдане прыгали те, кто незаконно разрушил Советский Союз и поставил во главу Ельцина. Это же тоже Майдан был. Тогда что там прыгали, стреляли? Никто же не пришел, ничего не забрал. По поводу Донецка и так далее. В Донецке был стрелков, вы, наверное, помните, а также были танки российские, были люди, которые там были и так далее. Где нарушают закон вообще? Я хочу вам сказать, что 20 лет бандиты, за 20 лет бандиты могли бы построить самую красивую, самую красочную, самую богатую, самую офигенную страну. Но человек, который настроен на то, чтобы воровать, он мозгов не имеет для того, чтобы заработать. Поэтому, когда 20 лет управляют людьми воры, то эти воры, они могут только воровать. И хотят... А воры, если у них не получается зарабатывать, а их больше и больше и больше, то что они начинают делать? Создают войну. Или стрелки начинают друг с другом там выяснять отношения и так далее. Вот такая фигня. А так можно было бы сделать прекрасную страну. 20 лет правления могли бы сделать эту страну круче Дубаев, круче Арабских Эмиратов, круче Германии. Да все бы хотели ехать и хотели бы там жить. А бандеровцы. Давайте о бандеровцах, если хотите. Если сейчас набрать в интернете войска вермахта или войска СС, сколько было людей, которые там участвовали, так окажется, что на территории Советского Союза было огромное количество людей, это русские и украинские, и еще какие-то, и азербайджанские, и там какие угодно части, которые подчинялись вермахту и которые служили на стороне и вермахта, и СС, и СД, и так далее. Это все вам покажет Википедия, поэтому говорить о том, что там бандеровцы, а там их не было, это все смешно. Знаете, если нацизм на территории России, конечно, откройте YouTube, откройте и посмотрите, просто меньше слушайте. Но я ни при чем на самом деле. Скажите, пожалуйста, мою дочку Викторию уговаривают подруга переехать в Германию, даже могут приписать, там стоит, 100% стоит. Наталья, скажите, моему сыну в Тишине поставили диагноз аутизма, в моем городе врачи не согласны, сказали психическое расстройство, и вот не понимаю, где говорят правду, скажите, правда, аутизм, и он у меня гиперактивный и нервный. Не смогу так, милая Наталья, я так не смогу вам ответить, серьезно. Аутизм это достаточно сложный диагноз, и вот так, наверное, на словах, и я даже не знаю, как его можно просмотреть, даже не знаю. Ну, попробуйте мне в Telegram отправить его фотографию. Давно разведена, отношения не получаются, появится мужчина? Появится, да. Будете сейчас? Конечно. Сейчас как раз будет семинар, который называется НГ-78, посвященный тому, как найти мужчину. Приходите обязательно, проходите вместе со мной эти практики, я расскажу, ничего не утаю, как сделать так, чтобы у вас появился мужчина, был правильный, как думать об этом и так далее. Будет интересно. Ирина Пясецкая. Ваша ученица, скажите, какие-нибудь заболевания есть? Есть заболевания с левой стороны почки, так же есть заболевания желудка, есть заболевания сосудов, особенно на левой ноге, есть заболевания поджелудочной железы, хронический панкреатит, есть заболевания седьмого шейного отдела позвоночника и первого грудного отдела, есть 4 5 грудного отдела 1 2 поясничного отдела это все такие грыжи они небольшого размера но все равно до где-то да наверное сантиметра даже вот такие большие листос вот в общем есть по чуть-чуть по леди психически не очень хорошая психическое состояние они тоже вернется в украину да вы меня подставляете меня сейчас разорвут там в этом ю тубе меня потом блокирует канал блокирует потом пишут причем пишут одни и те же люди у меня просто программа такая стоит я понимаю что это боты знаете они потом меня заклёвывает и пишут плохие слова и так далее слушайте они причем я чек маленький слезятся глаза андрей андреевич помогите если глаза слезятся и это у вас холодовая аллергия то возьмите так 1 чайная ложка соли 1 столовая ложка соды на 2 с половиной литра воды пейте каждый день по одному стакану такую воду утром и вечером возьмите порошок из яйца высушенного не яйца кожуры яйца это будет карбонат кальция добавьте на столовую ложку добавьте небольшое количество лимонного сока и 1 чайная ложка вот такого порошка с небольшим количеством лимонного сока выпивайте один раз в день через день где-то 15 раз выпивая воду с содой и солью и принимая такой карбонат на протяжении где-то приблизительно ну даже двух трех недель исчезнут вот такие симптомы стоит ли мне остаться семьей в польше будут здесь хорошие перспективы стоит как усмирить жор когда человеку вечером хочется кушать то он думает что ему первое как усмирить жор перестаньте есть глюкозу вообще без глюкозы человек не умирает и если вы долго не едите глюкозу аппетит теряется понятно второе когда человеку по ночам хочется есть то ему не есть хочется как раз время когда дофамин должен появиться и в этот момент вам надо спать если вы досидели до момента когда он по сумасшедшему хочется есть и вы идете к холодильнику в это время вам нужно было спать потому что именно это время у вас должно было быть посвящено выделению дофамина а дофамина нет потом настроение портится потом жить не хочется болезни появляется как улучшить память дышите через нос активно каждый день засекайте 15-30 секунд или минутку и дышите очень активно через нос так но так чтобы не было не больно не тяжело делайте так утром и вечером возьмите и попрактикуйте вот такую про на яму на протяжении ну хотя бы одного месяца будете невероятно удивлены тому насколько улучшится память это как раз дыхание жужелица но память улучшает делаю ли я его до дальше второе мать постоянно клянет дочь для того чтобы дочери защититься от того что мать клянет нужно говорить так мать клянет она должна сказать и переплюнуть через левое плечо и все и клясть не будет вообще как избавиться от проклятия материнского или отцовского или чего какого-то возьмите куклу напишите в ней и там красивую куклу напишите на ней фломастером на этой кукле свою фамилию имя отчество дальше внизу пишите мать такая-то такая-то и отец такой-то такой-то оденьте эту куклу в красивой одежде посадите где-нибудь и и на входе в вашем помещении и скажите это кукла это я для матери и отца и после этого все проклятия которые будут идти в сторону вас они будут идти в сторону этой куклы один раз в неделю рядом с такой куклой возжигать ароматическую ароматическое благовоние дренд речь я спрашиваю про чтение кодов для мужа харриса он лежачий после чем-то не проходят приступы для другого человека как можно эффективнее читать коды когда коды читаете представляете будто они не горизонтально написаны а вертикально на человеке там допустим нам тха вот представляете n-a-m-t-h-a нам тха вот так представляете также представляете будто вы вокруг человека против часовой стрелки раскручиваете его ауру как выйти замуж для того чтобы выйти замуж необходимо пройти мы всем горя номер 78 как это сделать перейдите на мой сайт дуйко гуру или напишите в гугле дуйко когда вы перейдете и напишите в гугле дуйко то выпадет мой сайт школа кайлас андрей дуйко и там когда вы перейдете будет превью такое на первой странице и там будет написано большими буквами 78 нажимаете оплачиваете 30 долларов приходите ко мне на моё сангая и я объясняю на протяжении одного часа как вам выйти замуж сделать это быстро что мы будем там делать уберем венец безбрачия я поставлю программу чтобы вы вышли замуж и там даже обед такой который даст вам возможность выйти замуж объясню почему не получается как правильно думать это бла-бла-бла-бла-бла-бла много-много всего как там говорилось там бендер и и раздача слонов вот и раздача слонов а сейчас я перейду еще в youtube уже будем завершать этот вебинар хороший такой получился веселенький так перешел youtube и читаю назар галюк добрый день андрей андреевич мини 15 руки в хотим бы воспитать и мы не краще после девятого класса в колледже потом универ сразу че после 11 универ лучше в колледже потом в универ андрей андреевич не можем найти важные документы привяжите красную ленточку или ленточку на стульчик к левой ножке или к столу с левой ножки скажите поигрался и отдай и через день найдете у вас где-то находится такая штука и либо шкафчик либо еще что-то и она прям сверху лежит найдете найдете не переживать не в чемоданах не куда лучше спрятать мужа от мобилизации ей богу не знаю вообще не знаю ничего не могу не знаю понятия не имею куда дальше не знаю как прятать что делать не могу ничего сказать здрасте дочка выйди замуж за кирилла не выйдет замуж за кирилла скорее всего нет безопасно оставаться в запорожье небезопасно лучше выехать на время можно там черновцы черкассы если определенного человека интересует предложение 78 поможет до приехала семья в америку получится у нас хорошо жить да потом обратно не захотите можно ли поставить придуманную или неизвестную фамилию себе спасибо за ответ можно пашко виктория живу полтаве 57 лет работаю на фабрике тяжело особенно морально физически предвидится сменить работу после войны до вы действительно тяжело работать пикника ну что желаю вам счастья помните что несмотря ни на что те люди которые находятся рядом с нами нуждаются в том чтобы мы их поддерживали не отказывайтесь от тех людей которые рядом с вами не обижайте тех кто вас любит помните о том что они нуждаются в вас помните что один орган плохо работающий остальные органы хорошо работающие является болезнью так один человек у которого в семье все время плохое настроение а у всей семьи хорошие является болеющим органом а как болеющий орган нужно лечить его нужно обнимать целовать любить сочувствовать но от него не отказываться отказаться может каждый а вот попробуй помочь человеку под пушить его немножечко проявить к нему заботу и любовь это наверное называется духовным подвигом вот пусть такое будет любите близких сейчас время когда близкие должны чувствовать и защиту и помощь побольше тепла побольше наверное если есть свободное время обучайтесь если есть свободное время отдыхайте не загоняйте в себя я знаю что мы все ищем постоянно в ю тубе или в интернете мы ищем слова что война закончилась и все уже победа когда она закончится вы узнаете первыми искать этого каждый день сейчас не нужно поэтому сосредоточьтесь на своих делах если вам не чем заниматься обучайтесь сейчас есть куча видео где можно получить и какую-то особенную работу какой-нибудь хобби начните там или вышивать или шить или там что-либо создавать я знаю человека который за время вот этих восьми месяцев войны от нечего делать начал создавать юбиле на украшения хотя он этого раньше никогда не делал там купил монетку купил лобзик и там купил какую-то наковаленку или там какой-то штативчики не знаю как это называется поддончик и вот домашних каких-то глядя на какое-то видео там как-то разбил раскатал нагрел и вот по чуть-чуть и знаете очень красивые вещи такие показал мне я был очень удивлен что вот он обучился новой работе кем работал работал в департаменте который выдает кредиты банковским служащим и говорит теперь я очень подумаю над тем чтобы в дальнейшем начать заниматься ювелирным бизнесом у тебя получится молодец юлия прожили вместе шесть лет расстались со мной как помириться есть чувство не помириться с вами вообще уже не думайте живите себе своей жизни учите новую югу получится когда-нибудь продать семейную недвижимость белгороде чтобы вернуться в алматы да получится хочу на сангаян у меня присутствует один из пунктов связанные со здоровьем указаны в вашем перечне запрещающим заниматься эзотерийским практиком не делать это противопоказания приходить все до свидания помните о том что я говорил вас очень мучает перемена настроения как можно чаще сидите вот так вот такими руками не хватает энергии перед сном сидя делайте вдох длинная выдох короче это и денег добавит и энергии добавит и счастье в жизни привлечет еще раз до свидания сейчас я все отключаюсь сегодня сегодня лекция это шла одновременно и фейсбук и в тик ток и youtube если вы смотрите в youtube обязательно поставьте лайк подпишитесь на мой канал случае если вы хотите дальше смотреть меня в тик токе обязательно подпишитесь и на тик ток канал еще раз всем большое спасибо до свидания и хороших выходных